Синтетическая трава В экструдере пластмасса расплавляется и выдавливается сквозь отверстия в стальной пластине. Так создаются зеленые нити. Эти нити проходят сквозь слой воды, остывая и затвердевая. Установка пропускает нити через огромную гребенку, чтобы они не спутывались друг с другом на пути к следующему этапу. Здесь валики натягивают нити до тех пор, пока тени становятся тонкими, как настоящая трава. Это вытягивание также добавляет им прочности. Синтетические нити наматываются на шпули. Когда шпуля заполняется, ее снимают. Затем разматывают по нескольку шпуль одновременно. Нити сплетаются, образуя толстую нить синтетической пряжи. Пряжи проходят через направляющие шкивы, которые препятствуют возникновению слабины во время намотки на большую катушку. Далее на конвейере сетчатую ткань накладывают на синтетическую основу. Тем временем синтетическая пряжа через трубку идет в стегальную машину. Стегальная машина похожа на огромную швейную машинку, только у нее много игл – до 250. Эти иглы пропускают пряжу через сетчатое синтетическое покрытие, делая сотни рядов стежков в минуту. Снизу маленькие лезвия обрезают петли пряжи, и возникает подобие скошенной травы. Как видите, это намного быстрее, чем ждать, пока вырастет обычная трава. Контролер осматривает покрытие, чтобы убедиться, что трава ровная. Затем установка передает траву на клеевой вал. Этот вал набирает клейстер из желоба внизу и наносит его на обратную сторону травы, проходящей поверх него. Это приклеивает стежки синтетической пряжи к подкладке. Клей на этом этапе жидкий, ему нужно просохнуть. Сушилка частично закрыта, длина крытой секции около 50 метров. Температура в ней тщательно контролируется. Если будет слишком горячо, синтетическая трава расплавится. На выходе горячие иглы делают в покрытие отверстие, чтобы оно пропускало воду. Теперь контролеры проверяют, хорошо ли трава смотрится на ровной поверхности. Они удаляют прилипшие кусочки пряжи и измеряют волокна. Затем проверка на устройстве, имитирующем нажим футбольных бутс, чтобы убедиться в устойчивости травы к износу. Для настила искусственного дерна сначала укладывают резиновую основу, а поверх нее саму траву. Между травинками насыпают песок, чтобы утяжелить покрытие, и рассыпают резиновые гранулы для амортизации. Но некоторые виды искусственной травы больше похожи на ковер и не нуждаются в наполнителях. Их можно увидеть на площадках для хоккея на траве. Пора сворачивать наш рассказ про траву и переходить к спортивной разминке. Если уж что-то и выглядит как настоящее, так это искусственная трава на футбольном поле.